Привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас заказ Avon по 13 каталогу. Давайте начнем с подарков. Мне за, по-моему, третий или четвертый уже шаг, наверное, в Avon по легкому старту пришли следующие подарки. Это мицеллярка Avon True. Вот так она выглядит. Так, артикулов здесь, не знаю, есть нету, наверное, нету. Или они слишком длинные. Очищение мицеллярная вода для всех типов кожи. Мне понравилось. Вы знаете, хорошо снимает макияж. Единственный нюанс это то, что вот такая вот крышечка откручивающаяся. Гораздо удобнее, когда такая, знаете, с защелкой есть. Вверх-вниз открыл, закрыл быстренько. Здесь нужно открутить. А со своей функцией справляется хорошо. Запаха практически никакого не имеет. Здесь 200 мл. Большой объем. Буду пользоваться долго. Понравилось. Так что, в принципе, рекомендую. Мицеллярка хорошая. Второй подарочек это тушь. Тушь от Марк. Вот так она выглядит. Она была вот в такой вот бумажке запечатанная. Все нормально. На самой бумажке здесь есть инструкция, потому что я сначала не поняла, что значит вот эти три режима. Смотрите. Первый, второй, третий. Оказывается, это интенсивность нанесения туши. Сейчас покажу вам кисточку. Я успела многими продуктами попользоваться, потому что заказ мне пришел вчера, поэтому могу вам дать свои отзывы. Вот такая кисть. Это не силиконовая кисть. И мне нравится то, что на конце здесь есть вот такие вот длинные и довольно плотные щетинки. И с помощью них можно хорошо прокрашивать реснички в уголках внешних и внутренних глазах. Здорово. Смотрите. Значит, если у меня я красилась на троечке. Поворачиваем тушь на единичку, как бы должно быть менее интенсивно. Я не знаю, что там внутри за технология. Может быть, как бы стенки, что ли, внутренние сдвигаются, и туши на кисточке выходят меньше. Но я бы не сказала. В принципе, разницы особой не вижу. Поэтому это, мне кажется, очень такой отличный, интересный маркетинговый ход. Вот. Тушь понравилась. Тушь у меня сейчас на ресницах. Я вам покажу поближе. Вот как она выглядит на ресничках. Это три слоя. Как вы видите, никаких комочков нет. Все очень достойно и классно. Она хорошо удлиняет. Она делает, не знаю, правда, за счет чего, небольшой изгиб. Вот. Они все равно изогнутые. Очень красивые реснички. Достойные. Хотя она еще не раскрасилась. Это я сегодня наносила первый раз. Мне тушь очень понравилась. Здесь у нас 9 миллилитров. Это хороший объем. Обычно у нас в тушах средний такой объемчик 7 миллилитров. Здесь 9. Если сохнуть не будет, хватит надолго. Ношу уже больше часа. И могу сказать, что на веках она не отпечатывается. Никуда не течет. Она засохла. Но реснички не такие, знаете, прям как силиконовые, искусственные. Они все равно мягенькие. Для тех, кто любит эффект накладных ресниц, эта тушь позволяет себя наслаивать вполне. Можно 1, 2 и, мне кажется, 20 слоев сделать. Сейчас у нас модно большие реснички. Даже было время, правда, уже заканчивается. Новые тренды приходят, когда слепленные реснички было модно вот этим летом. Поэтому для тех, кто любит эффект натуральности, тоже с одного слоя очень неплохо можно создать его. Поэтому тушь рекомендую. Буду, конечно, пользоваться дальше, если что-то изменится. В пустых баночках, либо в других видео расскажу. А пока ставлю ей прям вот 5 из 5. И третий продукт, который пришел мне в подарок, это помада Марк. Она у нас в коробочке. Я тоже успела ее уже поносить и расскажу вам. Это матовая губная помада. Жидкая матовая губная помада. И пришла она мне в оттеночки. Вот писали бы они лучший номер, честно говоря, девчонки. Pinkin' About You. В общем, розовый. Как кажется во флакончике, это розовый нюк такой. Но на самом деле она очень сильно выбеливает губы и мне не понравилось. Я вообще думала, что придет красная на самом деле. Я хотела красную очень сильно. Но почему-то пришла вот такая вот розовая. И сейчас я вам покажу, как она смотрится на губах. Я носила ее вчера весь день. Могу дать полноценный отзыв. Вот такая кисть. Продукта набирается много. Немножко даже снимаю. Наношу без всякого бальзамочка, как, собственно, и вчера носила ее. С первого нанесения очень хороший плотный слой. Кисть удобная. Она гнется. Но вот вы видите уже, как она выбеливает губы. Я не любитель таких помад. Даже под загорелое лицо хочется понатуральней. Вот так, в общем, выглядит эта помадка на губах. Сейчас я вам сделаю сводч. Я носила ее, девчонки, весь день дома. Потому что я буду ее смешивать с другими помадами. Я не буду носить ее в таком цвете. Вот он сводчик. Она очень сильно выбеливает губы. Некрасиво смотрится. Поближе вам покажу. Текстура у нее приятная. Очень приятная и даже кремовая. И не понимаю девчонок, которые писали, что она плохо сходит или забивается куда-то. Все нормально. Нужно дать ей просто немножечко высохнуть. Пусть она несколько минуток побудет на ваших губах и все будет супер. Сейчас, когда сводчик попозже засохнет, я покажу вам. Так, что еще по помаде? Я носила ее вчера полдня. Я с ней пила. Никуда она не делась. Не начала смазываться. Знаете, как писали многие девочки тоже. И как ведут себя дешевые помады. Например, с Алиэкспресс жидкиматовые. То есть вот изнутри губ, да, она начинает съедаться, а по контуру остается и выглядит это просто ужасно. Нет, у меня такого не было. Проходилось не часов 5-6 до ужина. Села ужинать и она у меня съелась. То есть вся полностью. Не осталось у меня никакого контура. Она сошла равномерно, оставив легкий-легкий тон на губах по всему периметру. Никуда не растеклась, никуда, нигде не облезла, кусками не сошла. То есть все нормально. Может быть, конечно, в других насыщенных ярких цветах это все будет по-другому. Мы с вами знаем, что от оттенка даже помады одной и той же зависит очень много. И он по-разному ведет себя на губах. Я прям не могу, девчонки, на себя смотреть с таким цветом. Я сейчас подкрашусь слегка. Добавлю коричневую помадку, чтобы получился результат поестественней. Сухостью губ она у меня не вызвала. Все было нормально. Она не застывает. Она так и остается такой очень нежненькой, кремовой на ваших губках. Вот когда я вот так вот мешаю с коричневой помадой, вот еще более-менее. Смотрится хорошо, достойно, красиво. Она тоже матовая. Вот так, пожалуй, я ее и буду носить. Поэтому оттеночек вот этот Pinkin' About You именно из-за цвета только могу не советовать. А в целом меня устроило все. Носибельность, то есть то, как она носилась весь день вчера, как она сходила с губ, это тоже очень важно. Сухости не вызвало у меня. Хотя губы у меня частенько бывают сухие. Поэтому в другом любом цвете эту помадку рекомендовать могу. Очень достойно. Я, судя по отзывам, отжидала, что она будет как вот дешевые помады с Алика, которые застывают на губах и сходят пластами, кусками. Нет, очень хорошая, достойная помадка. Обязательно в следующем каталоге возьму себе какой-нибудь оттенок поудачней. В моем заказике, девчонки, гели для душа. Целая серия. Долго на них зацикливаться не буду. Это у меня заказала подружка. Энергия океана. Аромат свежести и морской свежести и мяты. Так понимаю, это мужской. Да, два в одном для мужчин. Огромный объем. И цена очень привлекательная. 700 миллилитров. Второй. Освежающая морская лагуна. Увлажняющий. Тоже 700 миллилитров. Это все на Сенсос. И третий Сенсос. Любовь Парижа. Тоже на заказ у меня. 250 миллилитров здесь. Вот так он выглядит. Мне очень девочки рекомендовали присмотреться к этому гелю для душа. Говорили, что он здорово пахнет. Но это не мой. Открывать не буду. А себе такой обязательно возьму. Как дорасходую те, которые есть в заначке. Дальше у меня в заказике водичка Инкадесенс. У нас Инкадесенс и Череш в 13 каталоге по хорошей цене. При покупке по каталогу на 449 рублей с определенных страниц. То есть определенные товары. Я взяла две. У меня попросили знакомых. Уж очень понравился им этот аромат на мне. Я сама его жутко люблю. И сейчас у меня в фаворитах лак, особенно голубенький. Вот я его люблю. Но он мне придет как подарочек в следующем каталоге. И хочу еще иметь в своих запасах тоже Инкадесенс. Но в этом каталоге брать не стала, потому что не хватило на третью водичку мне покупок, грубо говоря, чтобы она пошла по скидке. А своим знакомым взяла. Люблю этот аромат. Он классный. У него потрясающий шлейф. Он очень здорово раскрывается. И надежды, по крайней мере, у меня держатся неделями. И я ощущаю его даже после стирки. Это аромат не для молодежи. Он такой, знаете, 30 плюс, мне кажется. Я представляю его на женщине уверенной в себе, успешной и так далее. Мне очень нравится. Я тоже себе возьму еще, когда будет скидочка, обязательно, чтобы стоял. Девчонки, забыла вам показать. У меня же есть четвертый продукт в подарочке. Это Марк тоже. Это у нас спрей-основый фиксатор макияжа. В принципе, вы знаете, тоже понравился. Ну, это такой заменитель, можно сказать, тоника, что ли. Ну, не знаю. Я вообще плохо понимаю вот эти закрепители макияжа, насколько они работают, потому что стараюсь для себя выбирать те средства, которые и так держатся хорошо. Поэтому не могу ничего сказать. Сейчас вот, кстати, забыла побрызгаться. Нанесу и к концу вечера проверю. Струя здесь, девчонки, довольно сильная. Не очень мелкое распыление, поэтому относите подальше. Насколько он увлажняет кожу? Ну, написано, не пересушивает, по крайней мере. Так, закройте глаза и аккуратно распылите на лицо 2-4 раза. Ну, понятно все. Буду пользоваться, девчонки, потом расскажу, есть ли вообще смысл в этом товаре, я не знаю. Еще у меня в заказке, девчонки, маскирующий карандаш для проблемной кожи с тональным эффектом. Я не пробовала его никогда, так как кожа особенно непроблемная. Вот так он выглядит, сейчас посмотрим с вами. А, как гигиеничка получается. Такой вот бежевый тон. Ну, носить с собой удобно. Это у меня на заказ, поэтому не покажу вам, как работает, к сожалению. Но если пробовали, отпишитесь вообще, насколько хорошо он маскирует. По аутлету, девчонки, я взяла набор, который был за 500, по-моему, рублей. И там было 3 сыворотки, получается. Максимальное сияние, новиночка наша с витамином С. Потом матирующая, выравнивающая тон сыворотка. Они все по 10 мл. И Нью. Так, здесь этикеточка, значит, не из России. Корректирующая сыворотка для лица, ровный тон и укрепление. Вот. Номер, если интересно, мне кажется, это не тот номер, который в каталоге. Вот так она выглядит. Вот, 10 мл. И третья сыворотка, Нью, омолаживающая для лица, максимальная молодость. Она выглядит вот так, тоже 10 мл. И помимо такого объема пришли еще пробники. Они были в этом наборе за 500 рублей. Мне показалось это крайне выгодным. То есть, 3 пробника омолаживающей, вот такие. 3 пробника с витамином С. Один я уже открыла. И 3 пробника выравнивающих тон. Вот так они выглядят. И могу вам уже полноценно дать отзыв. Значит, с витамином С продукт, который я сначала не поняла. Просто когда мне в прошлом каталоге пришел пробник, я вообще не поняла. То есть, я его открываю, наношу на лицо. По мне так пробник это значит на один раз, а нет. Я нанесла все, что было в этом пакетике, на лицо, на зону декольте. И как масляный блин ходила несколько часов, и она у меня не впитывалась. Это был какой-то ужас. Я подумала о бесполезности этого продукта. И на мой взгляд, сыворотка должна быть легкой. Она должна подготавливать кожу к крему. А тут оказывается масло. Реально масло масляное на лицо. Но я дала этой сыворотке второй шанс. И взяла прям несколько капелек и распределила по лицу. И тут она впиталась мгновенно практически, через несколько минут. И мне очень понравилось состояние моей кожи. Все, что касается витамина С для лица, это вообще просто супер. Именно витамин С, так как он кислота, аскорбиновая кислота, будет бороться и с вашими морщинками, и питать вашу кожу. Поэтому после повторного применения я уже поняла, как ей нужно пользоваться, и просто влюбилась в этот продукт. С утра использовать все-таки не рекомендую. Это больше вечерний уход. Я теперь ежедневно наношу ее вечером на свое лицо после очищения. И, вы знаете, продукт потрясающий. По Outlet очень хорошие скидки и на объем 30-10 мл. На объем 30 мл я хотела его сначала взять. И вот такой вот наборчик за 500 рублей, который состоит из трех сывороток. И я не пожалела, что взяла его. Вот эту омолаживающую сыворотку я еще не пробовала. Если вы пробовали, напишите, пожалуйста, как вам. А вот эту выравнивающую тону я сегодня уже в пробничке оценила. И это тоже любовь с первого применения. Вот он у меня открытый один пробничек. Я сейчас вам покажу, как она выглядит. Это такое молочко. Она достаточно легенькая. Мне тоже кажется, вот этой одной упаковочки мне хватит на несколько раз. Вот такое вот молочко распределяется очень хорошо, превращаясь в водичку, в тоник. И мгновенно матирует вашу кожу. Вот это прям вот супер. Вот это я люблю очень. Потому что у меня комбинированная кожа. И то, что несет в себе эффект матирования, это круто. Потому что у многих средств оно заявлено, а его нет. Кожа ровная. Тон действительно выравнивается. Перед тем, как нанести сегодня макияж, я воспользовалась именно этой сывороткой. И эффект был потрясающий. Мне очень понравилось. Я буду использовать ее утром, а вечером вот с витамином С. Пока такая у меня программа. Если у вас действительно тоже жирная или комбинированная кожа, я вам очень советую присмотреться вот именно к этому продукту. Корректирующая сыворотка для лица. Ровный тон и укрепление. Супер. Дальше, девчонки, в моем заказике, девчонки и мальчишки, вот такая вот классная штука для кухни. Пришла она вот в такой коробочке. И была она у нас, по-моему, в каталоге или в фокусе, я уже не помню. За 399 рублей. Плюс еще скидочка, в общем, за 300 с копейками. Смотрите. Это вот такая вот чаша. 500 миллилитров здесь есть деление, которое предназначено, вообще очень удобно хранить. Пластик очень плотный, добротный. Здесь у нас шилковка, терка хорошего среднего размера и соковыжималка. Я уже ей воспользовалась и не раз. Мы теперь ежедневно пьем апельсиновые фреши. Вот этот держатель я не очень, конечно, поняла, еще не пробовала для овощей. Какой овощи будут фиксироваться при натирании, не будут ли они слетать, не знаю. Но не суть важна. В общем, и вот такая вот крышечка. Если вы хотите сделать, отделить белки от желтка, значит, вы применяете это дело все вот так. Вот. Сюда выливаете яичко, и белок стек, а желточек остался вот здесь. Его вытаскиваете. Если вы хотите соковыжималку, очень удобно, кстати, доставать. Вот так есть дырочки. Добротный на самом деле продукт. Похожий в магазинах стоит гораздо дороже. Если вы хотите сделать соковыжималку, вы ставите эту крышечку и сверху ставите вот эту саму соковыжималку. Выжимает на ура. Просто за несколько минут апельсинчики, ну, предварительно покатав, знаете, да, по столу. Я и лимон выжимала. Половинку накручиваете. И прям вот до кожуры. Получается сок с мякотью. С мякотью у меня ребенок не любит. Я ей процедила. И ей очень понравилось. Прямо заряд витамином С, я чувствую, что нас ждет теперь ежедневный. Штука классная, очень полезная, очень компактная, удобно хранить. Здесь силиконовые ножки. То есть, когда вы будете все это делать, тереть, юзать по столу, никуда она не денется. Все складывается, все эргономично. Мне очень понравилось. Я вот прям с удовольствием пользуюсь на каждодневной основе. и вам советую. Ну, смотрите, как здорово. Вот эта крышечка, это то есть, если вы что-то натерли, хотите поставить в холодильник, эти все насадки убрали, и крышечкой емкость вот так закрыли, и все симпатичненько, здорово. Сок вот так я выливала. Видите, здесь носик есть еще. Ну, классная штука. Я прям за 300 с чем-то рублей такую вещь купить. Не зря я на нее долго смотрела. Она крутая. Инструкция по применению здесь тоже есть. Вот тут и на русском. Все есть в коробочке в этой. Так что, кто еще не делал заказ по 13 каталогу, вам очень советую к ней присмотреться. Еще у меня в заказике был вот такой вот бальзамчик для губ. Это у нас Avon Color Trend. Он у меня в оттеночке. Я не знаю. Я, короче, вам, девчонки, по накладной тогда буду коды писать. Сейчас как раз и мицеллярку с вами еще раз проверим и посмотрим, как он смотрится. Сочный какой-то оттенок был, я помню. Мицеллярка, вот видите, все прекрасно снимается. Так. Бальзамчик. Такая маленькая крышечка. Так он выкручивается, вот в таком оттенке. Сейчас вам сводчик сразу сделаю. Вот такой, знаете, легкий, ягодно-коралловый, что ли, оттенок. Запах прикольный. Запах такой сладенький, интересный. Мне нравится. Сейчас посмотрим, как он будет смотреться на губах. Вот так. Знаете, такой аромат жженого сахара присутствует. Ну, здорово. Мне нравится. Смотрите, какой натуральный оттенок получился. Поближе. Красивенько очень. Прямо подчеркивает губки хорошо. Мне нравится. Приятный бальзамчик. Так сумочки с собой носить, увлажнять губки. В то же время подкрашивая их. Ну, здорово. Тут, кстати, внизу колесико. Он выкручивается, закручивается. Липкости никакой нет. Все очень комфортно. На губах практически не ощущается. Здорово. Мне понравился бальзам. Если будут еще цены на него, такие, по-моему, за 49 рублей был, я возьму еще обязательно. Хороший бальзамчик. Последний продукт в моем заказе это румяна шарики. Одинаковые две штучки абсолютно мы заказали со знакомой себе. Кул. Цвет кул. Я помню, что это вот какая-то золотая серединка. И мне и моей знакомой они очень понравились. Вот так выглядит коробочка. Эйвентру. Коричневая крышечка. Здесь 22 грамма. И стоили они 300 с чем-то рублей. Плюс скидка около 300 рублей. Они обошлись. Это очень бюджетная цена за 22 грамма. Я, например, знаю в Фаберлике они стоят 500 и там 17 грамм. То есть вот так вот. Сейчас я возьму кисть и мы с вами посмотрим, как они наносятся. Взяла две кисточки на всякий случай. Так. Когда мы ее открываем, здесь у нас поролончик. Поролончик вытаскиваем. Так он выглядит. И шарики. Вот их тут сколько. Это довольно много. Это довольно много. Их хватит надолго. Я вижу здесь и коричневые, и розовые, и беленькие. Все три цвета. Ну, давайте попробуем нанести. На руку, что ли, тоже. Вот так вот их помешаю. Наберем. Ой, шарики в кисть, кстати, прям попадают. Все, вытащила. Если будет видно, конечно. Но, мне кажется, на камеру это видно не очень. Хотя на руке я вижу легкое такое розоватое свечение. Сейчас, вот. Вот сейчас здорово видно на самом деле. Класс! Вообще здорово! Я думала, что вот больше такой цвет подойдет. Если вы видите, вам, наверное, только свечение. передается. Вот легкий, такой розовый оттенок, наверное, в персиковый подтон. Слегка персиковый. Я сейчас попробую вам показать отдельно. Так. Коричневый шарик на руках, розовый. Розовый. Розовый светленький, очень приятный. И беленький. Вот. Так. Это у нас беленький, розовый и коричневый. Коричневый, такой, знаете, под цвет загара, я бы сказала. вот этот. Ну и в целом, когда они все вместе, вообще очень красиво выглядит. Красиво и благородно. Я сейчас попробую нанести на лицо, если вы это, конечно, тоже на камере все увидите. блин, шарики в кисть попадают в фаберликовскую. Вообще только так. И посмотрим, как это смотрится на лице. Хотя у меня уже здесь есть румяна. Ой, ну вот видно. Видно. Персиковый оттенок. Видите? Причем он с шиммером. Ну, смотрится круто на самом деле. Мне нравится, правда, сочетание этих цветов. Я не знаю, вот как другие румяшки там. Но эти вообще крутые. Вот смотрите. До и после. Фокус. Вот и после. Вот так. Мне очень нравится. Мне кажется, подойдет брюнеткам однозначно, но блондинкам с муглым, как я, тоже. А вот девочкам белоснежкам, ну, не знаю, не факт. Хотя это был один из самых светлых оттенков. Потому что, видите, даже издалека видно хороший наш сочетный цвет. Ну, можно подтушевать в крайнем случае. А цвет мне нравится. Вот действительно, персиковый такой, очень выигрышный для лица, вообще классный. Я рада, что взяла этот продукт. Теперь посмотрим на сводчик помады, как он себя поведет. Мы его нанесли с вами в начале видео и попробуем стереть. Смотрите, видите, он кремовый, он так кремовый и остался. Он стирается, он не въедается в губы. Вот, он как был кремовым, так и остался. Он не застывает. И я хочу сказать, что это плюс. Это огромный плюс. Если бы она застывала, она действительно бы с губ сходила кусками потом. Поэтому помадку я это очень полюбила и рекомендую. Буду сама заказывать другие цвета. Вот он, в принципе, стирается. Ну, а когда пьешь воду, в течение дня он никуда не девается. Только вот после еды у меня мягко он сошел с губ. Этот цвет. Ну, а на этом все, мои хорошие. Вот такой вот у меня был заказик по 13 каталогу. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока.